В жизни движешься в определенном направлении. То направление, к которому ты движешься, оно тебе нравится. Если ты бы хотел поменять что-то в своей жизни, кроме того, что хочется это поменять, нужно осознать, что это будет нелегко сделать. Некоторые пытаются и быстро бросают это. И не понимают, почему такое происходит. Потому что у нас есть привычки. И менять привычки – это нелегко. Они появились у нас с детства. Иногда мы приобрели сами новые привычки. А некоторые в нас были заложены какие-то навыки, привычки, мышление определенным образом, говорим определенным образом, рассуждаем, у нас есть склад ума, и потом поступки тоже идут какие-то привычные для нас. Это как будто нас поставили на рельсы как поезд, и он движется четко в определенный направлении. Это не означает ничего поменять нельзя. На самом деле мы сами решаем, какие у нас привычки есть, к чему мы стремимся, к чему мы движемся. И мне нравится думать о том, что моя жизнь не похожа на поезд на рельсах, а что я водитель машины. Я могу притормозить резко, повернуть, сделать поворот или обратно ехать. Это я решаю. Конечно, если я это все осознаю, я могу сделать изменения в своей жизни, сделать так, чтобы двигаться в новом направлении. Вернемся к этим привычкам. То есть много чего мы делаем в жизни, оно зависит от наших привычек. У нас есть хорошие и отрицательные привычки. У каждого человека есть одни и другие. Даже если у человека есть вредные привычки, то, возможно, у него есть такие хорошие привычки, например, как то, что перед едой он всегда моет руки. И человек переходит через дорогу, у него есть привычка посмотреть на лево и на право. Это хорошие привычки, и вообще мы об этом иногда не думаем, а продолжаем так поступать. Но есть тоже отрицательные привычки у нас. Я уже не говорю о курении, злоупотреблении алкоголем. Но, например, есть такая у нас привычка поздно ложиться спать и поздно просыпаться. Из-за этого мы просыпаемся утром, мы не успеваем на работу, мы не кушаем завтрак, мы не берем с собой второй завтрак. Мы все делаем в спешке, мы опаздываем на несколько минут на работу, начальник недоволен, потом мы опаздываем на следующую встречу, у нас все сдвигается на полчаса, и весь день идет нам не по плану, мы весь день расстраиваемся, потому что у нас есть вредная привычка просыпаться не рано утром, а в последнюю минуту, мы еле успеваем на работу и так далее. Можно эту привычку поменять. Это мы сами должны сделать. А как? Нужно осознавать, что привычки, во-первых, появляются в течение какого-то времени. И вот вредные привычки, которые у нас есть, они появлялись не сразу, из-за повторения каких-то действий, повторения слов, мышления. нас тоже учили родить, повторяли что-то, и у нас появился какой-то склад ума. И то же самое и сегодня, чтобы поменять мышление, потребуется время. Еще нужно осознавать факт, что менять привычку нам будет неудобно и нелегко. Почему? Хотя это и есть какая-то привычка, вы, например, смогли определить у себя какую-нибудь вредную привычку, хотите ее поменять. Но это же привычка. А всегда, если мы делаем то, что привычное, нам уютно в этом положении, нам это легко делать. То есть вроде это вредная привычка, она войдет к вредным последствиям, но мы так привыкли, нам так хорошо уже. Когда ты что-то меняешь, тогда ты находишься в новой ситуации для себя неуютной. Итак, как мы можем поступить? Как избавиться от вредных привычек? Только мы можем это сделать благодаря замене. Когда заменяем вредную привычку положительно. Когда мы вводим новые привычки в нашу жизнь, избавляемся от неправильных привычек. И это касается разных привычек. Но мы рассмотрим сегодня только этот момент, когда мы просыпаемся рано утром. Может, для нас это непривычно, мы вообще удивляемся, как люди могут там пол шестого просыпаться, заниматься спортом, чем-то еще, пока они идут на работу, у них час или два часа они привели дома и чем-то занимаются еще. Попробуйте поставить будильник пораньше и, может быть, сначала это нелегко сделать, придется, может, не смотреть сериал вечером, может, спать пораньше. Но попробуйте просыпаться пораньше, чтобы не торопляться, можно было не только завтрак подготовить и второй завтрак с собой взять. У вас улучшится здоровье тогда и будете регулярно и правильно питаться, не будете в спешке кушать какие-то батончики потом в перерыве. Так что хорошая привычка приносит хорошие результаты, у вас появляется здоровый образ жизни, у вас больше радости, лицо поправляется, вы становитесь красивее. Просыпаетесь утром, ну, было бы замечательно, если бы нашлось еще время, полчаса, хотя бы для какой-то зарядки. Кроме этого, утром можно попить, ну, конечно, какой-то подряд, с чем я пить кофе, но можно почитать тоже о том, о чем-то положительном, о том, что тебя именно настроить хорошо на этот день. Можно поразмышлять о том, что меня сегодня ждет, какие встречи, с кем я буду разговаривать, как я хочу решить какие-то вопросы, в каком настроении я хочу жить в течение всего дня. Если мы об этом заранее думаем с утра, настраиваемся, планируем, у нас есть какая-то внутри стратегия, какой-то настрой положительный, когда мы сумели выработать себе. Мы пришли на работу пораньше, начальник нас не ругает, а он доволен нами, мы вступили в работу, мы выполняем все четко, как надо, везде успеваем. Этот день нам принесет больше радости. Но начало это будет очень трудно сделать, мы будем принуждать себя, и только понадобится, или спустя неделю, может и месяц, пока вот эта новая привычка станет для нас привычкой. Это не будет привычка, это будет какой-то новый режим, которого мы хотим придерживаться, действий, мысления, поступков. Со временем это будет привычка, и там потом, со временем, будете чувствовать себя уже уютно, будете удивляться, почему вы раньше такого не делали. Даже больше, не только мы меняем привычки, мы можем с привычками сделать что-то еще. хорошей привычки можно ввести даже в такой уровень подсознания. Чуть-чуть о подсознании я хочу вам сказать. Обратите внимание, что, например, в детстве мы учились ходить, просто ходить, и каждый шаг нужно было сознательно делать, учиться. Мы падали, поднимались, падали, поднимались. Потом человек научился бегать, ходить по ступенькам уже, и сегодня мы водим машину, много чему мы научились, но нужно было времени для этого. И потом вот эти действия, они не просто мы умеем это делать, это находится где-то в подсознании. И сегодня, например, я поражаюсь тем, что, например, можно бежать по ступенькам, подниматься вверх, например, смотреть что-то там по телефону, с кем-то разговаривать, не думать о том, что мы живем своими ногами, как мы идем, как мы поднимаемся. А даже наоборот, если можете попробовать спускаться, скажем, по ступенькам, и смотреть на каждый свой шаг, сознательно делать шаги. Если начнете это делать, вы можете поколебаться и упасть, потому что это находится в подсознании, и это нам тогда хорошо получается. Мы вообще об этом не думаем, и мы бежим по ступенькам вверх по лестнице. А если начинаем сознательно каждый шаг делать, то, что нужно сознательно бежать по ступенькам, мы упадем. В вождении машины то же самое, хороший пример. Когда-то проехал, помню, город на машине, и чем-то там увлекался, о чем-то думал, а потом только, когда выезжал из города, заметил, обратил внимание, что я не помню ничего из этого города. Там были переброски, перекрестки, светофоры, я останавливался, я переключал скорость и поворачивал, да. Я ничего не помню. Все дело в моем подсознании, потому что вождение машины для меня уже вошло в подсознание. Почему я привожу эти примеры? Потому что новые привычки, когда мы удаляем старые привычки, мы уже хотим определить, что мне нравится, вот это я удаляю, ввожу новую привычку, она не просто станет нам это новое действие, новый план жизни привычным, а войдет где-то в подсознание, и мы потом будем чувствовать себя легко, уютно, мы ничего даже не будем замечать, что мы это делаем. Мы тогда можем заняться опять новыми, хорошими привычками, которые мы еще будем, захочем ввести в свою жизнь. Давайте наблюдать за собой, какие у нас есть привычки и вводить новые привычки. Будет неуютно, но со временем будете себя чувствовать прекрасно.